Я читаю книги Руфь, главу третью. На гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Руфь сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне. И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Вооз наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать под лески рда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Вооз, кто ты? Она сказала, я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. Вооз сказал, благословенно ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. И так, дочь моя, не бойся. Я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник. Но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь! Спи до утра. И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Вооз, пусть не знает, что женщина приходила на гумно. И сказал ей, подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей шесть мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей, та сказала ей, что, дочь моя, она пересказала ей все, что сделал ей человек тот, и сказала ей, эти шесть мер ячменя он дал мне, и сказала мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело.